Всем привет, дорогие друзья! Очень здорово стартовали в Кубке России, обыграли Ростов в домашнем матче, пускай всего 1-0, но игра принесла, я думаю, большое удовольствие всем, кто ее смотрел, кто ее смотрел на стадионе. Было 12 тысяч болельщиков, конечно, дождь немножко подпортил ощущения, но я думаю, что в целом эмоции были очень и очень хорошие. Ну и по телевизору я смотрел лично по, не совсем телевизору, по монитору, но тоже остался доволен увиденным. Да, конечно, Ростов в Кубке играет не основным составом, хотя на последние полчаса все-таки выпустили более-менее основных футболистов, но тем не менее все равно приятно, когда Локомотив выигрывает настолько уверенно, настолько здорово, пускай не по счету, но по игре уж точно. Победа над Ростовом в Кубке, она довольно важная, в том плане то, что Ростов это самый сильный из тех соперников, которые нам по группе достаются, но опять же с поправкой на то, что Ростов в основном играет все-таки в Кубке вторым составом, но тем не менее, да, вы знаете то, что в каждой группе есть команда, которая из первой четверки чемпионата, из второй четверки чемпионата, из третьей и из последней четверки чемпионата, и в том числе новичков. Вот у нас, соответственно, самый сильный соперник, это как раз тот самый Ростов, который мы сегодня обыграли. Нам еще предстоит выездная игра, нам предстоит по железной дороге ехать в Ростов, играть там, но три очка добытых у нас уже никто не отнимет, и это очень здорово. Это, ну, очень сильно облегчает нам задачу по итоговому выходу из группы с одного из первых двух мест, попадание в верхнюю сетку, а значит то, что в дальнейшем, в последующих стадиях Кубка, скорее всего, будет уже ситуация, при которой Локомотив может спокойно выпускать второй состав и просто планомерно готовиться к матчам чемпионата. На этот матч такого себе Галактенов позволить не мог, это, кстати, довольно интересно, и на послематчевой пресс-конференции Галактенов на это, ну, прям даже обратил внимание, его и спросили. На самом деле интересная пресс-конференция была, можете посмотреть ее, там вопросы были по делу в кои-то веке от журналистов, и ответы от Галактенова тоже, соответственно, были по делу, и один из таких вопросов был про то, что почему Галактенов решил не делать ротацию на этот матч, но она была минимальная, трех человек всего Галактенов заменил, и Галактенов сказал то, что, ну, во-первых, еще начало сезона, футболисты еще не устали, поэтому нету смысла давать кому-то отдохнуть, кроме тех игроков атаки, которых, собственно, он и заменил, и выпустил только на последние полчаса, но при этом мы решаем свои собственные задачи, и на данный момент эти задачи заключаются в том, чтобы команда сыгралась, и я в этом его полностью поддерживаю. Действительно, команде очень нужно сыгрываться, наигрывать как можно больше-больше матчей, просто для того, чтобы укреплять связи, которые у Локомотива появились, ну и кроме того, чтобы у Галактенова появлялась свежая информация о том, на что способны футболисты под его управлением на той или иной позиции. Сегодня, я думаю, то, что Галактенов должен быть доволен тем, как Алексей Батраков, например, сыграл на позиции атакующего полузащитника. Одна, собственно, из таких замен, которые произвел Галактенов, это он посадил Сарвелли в запас, выпустил Карпукаса и двинул вперед Алексея Батракова. Ну, на самом деле, очень очевидная вещь, и если уж ты играешь 4-2-3-1, не будем сейчас касаться темы того, что, на мой взгляд, 4-2-3-1 Локомотиву не сильно подходит, но если уж ты играешь 4-2-3-1, то, ну, давай, у тебя все-таки будут опорники Карпукас Баринов, а сверху над ними будет играть Алексей Батраков. Вот по каким-то причинам Галактенов долго не верил в то, что Батраков может играть атакующим полузащитником, хотя всю свою жизнь, всю свою карьеру там в академии, в молодежной команде он играл именно ближе к атаке, даже чуть ли там не вторым нападающим. И только вот сейчас, ну, может быть, не только сейчас, на самом деле, были периоды, когда там и в товарищеских матчах Батракова двигали чуть выше, но вот именно с первых до последних минут, чтобы Батраков играл именно впереди над двойкой опорников, это, наверное, первый раз. До этого почему-то Галактенов считал то, что из Батракова должен выйти классный пирло, классный опорник, он даже с ним 4-1-4-1 пробовал. Да, и именно Батраков был тем самым единственным опорником, у Леши получалось, но я думаю, что, ну, я точно об этом неоднократно говорил, но я думаю, что многие видели и понимали то, что, наверное, основная сила и основная мощь Батракова, это тогда, когда ты его двигаешь все-таки поближе к чужой штрафной. И сегодня Батраков провел, ну, на мой взгляд, просто потрясающий матч с поправкой в очередной раз на то, что Ростов играл не оптимальным составом, не самые сильные защитники противостояли Батракову, не самые сильные опорники ему мешали играть в его футбол, но тем не менее Батраков сделал 9 передач штрафную, сделал 5 ключевых передач, несколько раз выводил игроков Локомотива 1 на 1, и, в общем, наверное, наряду с Самошниковым, да, это два героя матча, благодаря которым и была вот эта вот огромная разница в уровне между Локомотивом и Ростовым, которую мы сегодня видели, которая так, в общем-то, и понравилась. Да, в циферном выражении это примерно 2,5 хжи на 0,4 хжи, и если вы посмотрите обзор на этот матч, то там вообще нет ни одной атаки Ростова, кроме, наверное, заключительной в добавленное время, когда Камличенко всем своим весом оперся на Сельянова, и Сельянов едва-едва коснулся по ноге Камличенко, и тот рухнул, выпрашивая пенальти, о чем затем классно его спародировал Дмитрий Баринов. В общем, это единственный, наверное, такой полумомент, который Ростову удалось создать, и то это больше актерское мастерство, чем непосредственно какой-то футбольный момент. В остальном Локомотив отлично отобранялся, причем, да, тоже надо понимать то, что оборона — это не всегда центральные защитники. Сегодня НЕМС и Фасон, ну, не были идеальными. Ну, прямо скажем, и тот, и другой определенные ошибки допускали, и позиционные, и там в передачах, и в борьбе один в один, но, тем не менее, когда у тебя дисциплинированно играет линия обороны, когда у тебя Сильянов помогает, когда Нинахов помогает, если они не помогают, то есть Самошников, есть Сулейманов даже в одном моменте, все, в общем-то, не так страшно, и не так много моментов создается у ворот Лантратова. Так что Локомотив, благодаря своему прейсингу, благодаря отличной работе в опорной зоне, тоже, особенно когда Карпукасу убрали, и когда у Ростова вышла тройка игроков из основы, в основном, главным образом, конечно, Щетинин, появились определенные проблемы в опорной зоне, и Ростову удавалось проникать за спины наших опорников, коими стали Митой и Баринов, да и Митой, в общем-то, не самый надежный опорник в одном из моментов, просто отдал мяч сопернику, хотя ничто к этому не предвещало. И определенные, конечно, какие-то подходы к воротам Локомотива все равно были, но, тем не менее, это не так опасно, как это было у Динамо, но тоже, да, надо понимать, что у Динамо с первых минут играли Биттел, играл Нагомалё, играл Тюкавин, футболисты очень высококлассные, у Ростова, наверное, из таких в стартовом составе игроков Атакен, ну, только Галенков выделялся, да и то, я, честно говоря, небольшой фанат Галенкова, да, он где-то продавить может, где-то там головой сыграть, но на выдумку не так хитер. Байрамян еще был, ну, тоже достаточно легко ему удавалось перекрыть кислород, да и по большей части Ростов проводил время на своей половине поля и, ну, приходилось им довольствоваться какими-то очень рискованными передачами вперед, которые, собственно, и перехватывались нашими защитниками, полузащитниками, крайними защитниками и так далее. Я уже сказал то, что главными героями этой игры, я считаю, Алексея Батракова, который выдал потрясающий матч, ну и Илья Самошников снова подтверждает то, что он, наверное, сейчас находится в своей лучшей форме за все то время, что он был в локомотиве, и мне лично очень обидно, что ему приходится играть справа в атаке, потому что, ну, он классно действует, он постоянно открывается, он на рывках убегает вообще ото всех и выигрывает огромные, отыгрывает огромные гандикапы от соперников, но, к сожалению, эффективности в его этих самых действиях получается очень мало, потому что, ну, не очень он по-прежнему понимает, что ему надо делать, когда он играет правым атакующим футболистом. И у него было два момента, которые мне в итоге понравились в атаке. Один — это то, как он забил гол, который впоследствии отменили из-за офсайда Тикнезяна. Сам Самошников рванул правильно, там тоже миллиметр решали, но, судя по всему, Самошников в офсайде не было. А вот Тикнезяна в офсайде был и на эпизод повлиял. Он сделал движение к мячу, к тому, куда шла разрезающая передача Батракова, и этого достаточно было для судей для того, чтобы определить, что офсайд не пассивный, а активный. Стоял бы Тикнезяна на месте или бежал куда-то в другую сторону от мяча, это был бы пассивный офсайд. Но он сделал движение именно в сторону мяча, не прочувствовал, что он в офсайде. И, ну, к сожалению, пока игровой тонус Тикнезяна оставляет желать лучшего, по-прежнему нету никаких претензий к его физической готовности, но к игровому тонусу хватает вопросов. Вот Алия Самошников классный мяч подобрал, убежал по центру, сместился под правую ногу, обыграл вратаря и пробил. И у него получилось, да, что он хоть и стартовал с правого фланга, но он получил мяч по центру и ему удалось по диагонали бежать слева направо, то, как он, собственно, и привык всегда играть. Если бы он бежал справа налево, да, вот по этой траектории, ему нужно было бы наносить удар левой ногой, я думаю, что, ну, как минимум бы так легко обыграть вратаря у него не получилось. Хороший момент, молодец. Самоха, опять же, показал, что скорость сумасшедшая и форма блестящая. Потом его еще перевели в оборону, и там он тоже показал, что он прекрасно справляется. Честно говоря, мне кажется, то, что Нинахов может и не выйти на один из ближайших матчей, потому что Самоха слишком хорош, и, возможно, впереди в атаке найдут место для какого-нибудь другого вингера. Вот, и второй момент, да, тоже, где он пробежал по флангу, просто просочился мимо защитников и дал хорошую зрячую передачу с правой ноги в центр, где Алексей Батраков по мячу не попал, но там было еще два игрока, которые могли ударить. Удар в итоге какой-то нанесли, не очень опасно. Но это вот тоже классный момент, который Самоха сделал. Но вот проблема Самошникова в том, что он очень редко уходит в лицевую и делает после этого зрячие прострелы на своих. Вот он, например, обогнал вратаря Ростова, а передача пошла абсолютно незрячая, он просто с развороту куда-то долбанул. Хотя времени было вагон, можно было спокойно остановиться, развернуться и сделать точную передачу на вес или куда-то назад отыграть. Но вот почему-то поторопился Самоха и очень серьезный шанс для команды Запорол. Но, тем не менее, я думаю, что все согласятся, что Самошников как минимум один из лучших игроков этого матча, а по мне так и вообще лучший. Вот. Еще одна мысль, которая по этой игре сформировалась уже окончательно. Если по первым двум я делал робкие предположения, то по третьей игре уже никаких робких предположений быть не может. Локомотив очень здорово физически готов. И я очень рад этому факту Галактионов на четвертое межсезонье действительно подготовил команду так, что на нее очень приятно смотреть. Я не знаю, как будет дальше, я не знаю, что будет в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, где мы тоже будем играть в футбол. Но конкретно сейчас, в июле, команда бежит, ну, просто на загляденье. Мы выигрываем все рывки, мы выигрываем подборы, мы выигрываем единоборство случайное. Там, где в начале марта, где в прошлом июле локомотив всегда не добегал, всегда подборы оставались за соперником и накатывались на нас волнами атак, сейчас у локомотива преимущество просто колоссальное. Причем оно колоссальное. Ладно над Акроном, мы ничего не знаем про Акрон. Ладно над Динамо. Динамо выходит, черт пойми, каким составом, и вообще непонятно, что там улички на уме. Но мы оказываемся быстрее, сильнее и активнее. И за... И Ростов мы умудряемся прессингом задвинуть на его половину поля. Ростов — это команда, которая в первых двух турах выглядела просто, ну, шикарно в физическом плане. Да, пускай не было прям основного костяка, но было много футболистов, которые принимают участие в матчах российской премьер-лиги, в том числе в первых двух турах, и они тоже показывали высокую физическую готовность. Карпин умеет делать высокую физическую готовность и высокую интенсивность игры. И в этой самой интенсивности локомотив превзошел Ростов, ну, на голову, на две. И, собственно, в том футболе, который обычно предполагает Ростов, локомотив оказался гораздо сильнее. Это очень приятно было на это смотреть. И, знаете, во многом именно это, собственно, и определяет то преимущество, которое есть у локомотива сейчас над командами, с которыми мы играем. Мы их просто перебегиваем в вертикальный футбол. Мы даже не пытаемся играть в позиционную атаку, чему я очень-очень рад. Этот состав, он не способен играть в позиционную атаку, и ему не надо даже пытаться это делать. Все атаки должны проводиться быстро. 10-15 секунд довели до определенной точки, попробовали сделать передачу в штрафную, откатились назад, если не получилось. Если получилось, нанесли удар поворотом, возможно, навязали тут же борьбу, забрали подбор и еще одну волну атаки накатили. Вот это сейчас наш футбол. У нас очень много быстрых, очень много таких вот дриблера, креативных футболистов, которые могут просачиваться в штрафную или делать куда-то в эту штрафную передачу. Но не контроль мяча, не передача направо, налево между центральными защитниками. Это вообще нужно сейчас как можно сильнее искоренить из игры Локомотива, и тогда все будет очень даже здорово. Вот сейчас отлично. Вот матч с Ростовом идеальный, прекрасный. Такого хочется побольше. Единственное, ну, хочется, конечно, чтобы Локомотив забивал побольше. С этим есть проблемы. Пока нам еще и не везет, потому что то перекладина, то из пустых ворот. В этом матче два раза из пустых ворот вынесли. Одна перекладина была после удара Пеняева. Но во многом и индивидуальное мастерство, конечно, здесь тоже решает, потому что, ну, вот нету такого человека, который бы 100%, там, хотя бы 90% решал свои выходы один на один, решал какие-то выходы под углом или удары после передачи с фланга, да, мы промахиваемся по мячу или мы бьем куда-то в штанге, как у Пеняева были моменты в прошлых играх. В общем, ну, к сожалению, есть, есть с этим проблемы. Ждем подкрепления. Опять же, возвращаясь к пресс-конференции Галактионова, он тоже ждет подкрепления, он тоже хочет этого качества. Маркинис то ли будет, то ли не будет. Но если мы играем 4-2-3-1, то, конечно, на фланг нам определенно такой игрок нужен. И, ну, не Самошников, вряд ли вообще сможет быть таким футболистом на постоянной основе. Да, какие-то матчи, возможно, даже где-то завезет, где-то забьет. В общем, хорошо где-нибудь передачку отдаст. Но стабильно, тем более против сильных соперников, я бы от Самошникова не ждал такого. Тикнезян больше мне верится то, что он сможет с левого фланга нагнетать и что-то придумывать. Пеняев точно нет. Сегодня было очередное подтверждение то, что Пеняев левый полузащитник – это кошмар. За полчаса, которые выдали Пеняеву, он сделал 4 передачи. 4, да, чтобы вы понимали. За 30 минут, в которых Локомотив, в общем-то, атаковал, в которых он забил, в которых, ну, держал мяч. А Локомотив Пеняев умудрился с ним встретиться всего 4 раза, из которых, ну, встретился 6 раз, 2 раза пробил поворотом, 1 раз попал в перекладину и 4 передачи отдал. Ну, вообще не вовлечен в игру. И, ну, так не хочется видеть такого Пеняева, который в первом матче с Акроном был невероятно активен, невероятно продуктивен. Надо что-то искать для него, какую-то позицию. Точно не левый полузащитник. Тикнезян, да, Тикнезян более-менее неплохо себя показал, тоже хорошо бежал. Чуть меньше с игровым тонусом у него есть определенные проблемы. Гораздо хуже, чем Самошника в этом плане смотрится. Но при этом в Тикнезяна на левом краю атаки я верю все-таки чуть больше. Вот, ну, это к вопросу о том, какого футболиста, наверное, сейчас нужно искать в Локомотиву. Я бы искал правого атакующего полузащитника, а не левого. Но это как Ульянову карта ляжет. Вот, ну и, ну, наверное, остается только сказать пару ласковых слов про Вадима Ракова. Безумно рад за Вадима. Забил свой, наконец-то, первый гол за Локомотива. Очень долгожданный гол. В прошлом сезоне Галуктёнов практически не давал ему играть. У него одна минута в матче с Балтикой и 100 минут в кубковых играх, где Раков не был плох, где он вполне себе какие-то определенные вещи на поле делал, но при этом не забивал, не отдавал голевых передач, не отличался никак в протоколе и садился на следующие пять матчей в запас. Очень рад, что Вадик вышел, что он вышел очень здорово. Он и с Акроном, в общем-то, выходил неплохо, да, там чуть-чуть времени ему дали, но за это время он успел, по-моему, пару раз поворотом ударить и в целом так довольно активно себя проявить. Он был хорош в товарищеских матчах, где он там здорово подавал угловые, где много бил поворотом. Он там играл в основном второго нападающего в схеме 3-5-2, иногда даже в центр поля отходил. Вот, и в этом матче его выпустили буквально на там 20-25 минут, и он успел три раза пробить по воротам, все три были супер моменты. Один гол, один раз попал в штангу с добивания после как раз перекладины Пеняева, и один раз еще головой мимо вратаря сунул мяч, но чуть-чуть, чуть-чуть вот опять мяч в ворота не залетел, было очень обидно. Прекрасный матч, и Голоктенов на послематчевой пресс-конференции сказал, что да, Вадим Раков заслужил больше времени игрового, что он вышел и доказал то, что на поле он не потому, что он просто воспитанник, не потому что болельщики просили Вадима Ракова, а потому что он достоин играть, и если на тренировках продолжит здорово себя проявлять, будет много играть. Я, конечно, надеюсь, что Вадима Ракова будет много, это будет еще один игрок на поле с отличным голевым чутьем, с отличным ударом, которого, как мне кажется, Локомотиву сейчас не хватает. У нас много креативщиков, у нас много человек, которые могут помочь создать какой-то момент, сделать передачу, войти в штрафную, но вот нанести тот самый единственный решающий разящий удар, ну, как будто бы Воробьев это может, и все. Остальные раз через пять что-то придумают. Ну, надеюсь, еще на Сарвеле, потому что Сарвеле, вообще говоря, я верю, и моменты он реализовывает обычно неплохо, но вот матч с Динамо, ну, прям из разряда совсем плохих, и в этом матче ему дали буквально там 2-3 минутки поиграть в футбол. В общем, Раков молодец, жду теперь его появления в матче с Ахматом, заслужил, и надеюсь, что этот почин он поддержит, и, может быть, еще раз отличится, и тогда я буду совсем-совсем счастлив. Но вообще, правда, когда смотришь на кадры, как празднуют Батраков и Раков, когда это показывали крупным планом, не знаю, у меня даже чуть слезы не пошли из глаз, хорошие, добрые слезы, не как когда я включил матч Динамо-Локомотив и увидел то, что мы играем 4-2-3-1. Просто смотри, я видел этих парней вот такими, я видел их 12-летними, 13-летними, когда они там Кубок Москвы выигрывали, когда они на Ютилсикапе с Барселоны играли, когда они выигрывали UFL-2, когда они выиграли молодежные первенства, и вот теперь эта пара здорово играет в Кубке России из основной Локомотив. Вот ради этого я смотрю футбол, честно. Я не знаю, вот у каждого какая-то своя мотивация, почему он смотрит футбол, почему он болеет за Локомотив. Я смотрю ради таких моментов, когда вот мелкие пацаны, которые выросли на твоих глазах, которые ты видел, как они забивают, играя на полполя, выходят и делают разницу уже во взрослом профессиональном футболе. Надеюсь, что голы в российской премьер-лиге тоже не за горами. Надеюсь, что это будут голы в каких-то супер важных матчах, и тогда гордость за этих пацанов меня будет распирать еще больше. В общем, Локомотив молодец. Да, будем делать поправку на то, что пока в первых трех матчах сезона Локомотив еще не встречался с командой, которая бы играла составом уровня российской премьер-лиги. Да, Акрон в принципе только что вышла с ФНЛ, Динамо играла с огромным количеством молодежи, Ростов на Кубок выпускает во многом второй состав. Это не молодежь, но это все-таки такой близко ко второму составу. Вот матч с Ахматом, наверное, тем более выездной матч с Ахматом будет для Локомотива прям какой-то такой вот новой проверкой, хотя я не люблю такие слова. Любая победа, любая игра, она самая важная. Простых матчей в российской премьер-лиге, в Кубке России тоже не бывает. Со всеми нужно мучиться, со всеми нужно играть. И тот же Ростов вторым составом, я уверен, без проблем выйдет в верхнюю сетку. И обыграть их, это все равно огромная-огромная проблема, огромная заслуга команды, которая сейчас отлично готова. Еще раз скажу, что я очень рад тому, что Локомотив действительно настолько хорош. Ну и молодежь. Да, тоже момент, который я хотел сказать, но, естественно, забыл в этом длинном спичи, это то, что да, Локомотив играет с командами не самого высокого на данный момент уровня исполнителей, но если вы помните, то перед началом сезона Локомотивы, эксперты и особенно болельщики Локомотива в комментариях предвещали борьбу за выживание. И то, что без Глушенкова, без Мирунчука, Жемаледдинова Локомотив играть вообще не может. Но, извините меня, три матча я смотрю, и Локомотив насоздавал уже, там, не знаю, на 8 голов моментов, если брать по Иксжи, там, на 7. Забил, конечно, чуть меньше, но, тем не менее, все равно Локомотив сейчас в атаке, мне кажется, смотрится, ну, может быть, похуже, чем Зенит, у которого есть как раз Глушенков, Вендал, Клаудинюи, Мостовой и прочее. Но уж точно лучше всех остальных, которые свои моменты выжимают из камня и, ну, очень тяжело их создает, да, там, не знаю, Краснодар с Махачкалой играет. Махачкала не сильно хуже, лучше Акрона, но моментов у Краснодара вообще нет. Так что будем радоваться, будем гордиться за молодых ребят, которые хотят играть, которые могут играть, и, ну, если дальше так пойдет, то они заматереют, и нам вообще никаких усилений будет не нужно. Батраков будет новым Лоськовым, Раков будет новым Сычевым, и мы просто, как в 2004 году, спокойно завоюем чемпионство. На этой радужной ноте я с вами прощаюсь, ждем воскресенья, ждем матча с Ахматом. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok